А всё, уже идёт запись? Да, да. Можно, да, начинать без диктапона, да? Конечно. Всем привет! Сегодня будет видео посвящено трём продуктам, на которых нельзя экономить каждой девушке. Первым из этих продуктов будет тональный крем. И сейчас по пунктам мы с вами разберём, почему на этом продукте нельзя экономить. Ну, наверное, всё логически и просто. То есть, это самый первый продукт, который соприкасается с нашим лицом. И его состав должен быть хорошим. О составах можно много прочесть очень интересных книг. И если вы в составах разбираетесь, то это вам плюс. Ещё почему на тональном креме нельзя экономить? Потому что на него накладывается весь последующий макияж. И от него напрямую зависит стойкость и ваш внешний вид в течение всего дня. И если вы хотите стойкий и хороший макияж, то тональный крем должен быть подходящим именно по вашему типу кожи лица. Тип кожи бывает разный. И в зависимости от его типа нужно подбирать тональный крем. Если же это сухая кожа или кожа склонна к шелушениям, то это тональный крем, который увлажняет, который кожу подсвечивает и дополнительно делает эффект лоснящейся красивой кожи. И если же это всё-таки жирная кожа, то, соответственно, тональный крем должен быть с матирующим эффектом и на водной основе. Но тут нужно разобраться. И опять же подобрать ещё и правильный уход к своей коже. Так как я не косметолог, я не могу сказать. Это всё индивидуально. И на самом деле в поиске хорошего тонального крема женщина, девушка может провести очень долгое время. Потому что это очень-очень сложно. И я сама до сих пор нахожусь в поиске идеального тонального крема для себя. Потому что кожа, она, как правило, зимой одна, летом она другая, осенью третьей. То есть постоянно один тональный крем нам подходить в принципе не может. Поэтому каждый раз, когда ко мне приходит девушка, неважно, на обучение макияжу для себя или для визажиста, я объясняю о том, что у каждой девушки свой тональный крем. И невозможно одной девушке, которая подошёл этот тональный крем, другой, может быть, соответственно, совсем он не подойдёт. И только своим опытом и анализом можно достичь и найти тот самый идеальный тональный крем, которым вы будете впоследствии краситься. И кожа будет выглядеть очень хорошо и ухоженной. Но не нужно забывать, опять же, повторюсь, про её уход ежедневно. И правильной подготовки лица к макияжу и демакияжу. То есть смывать правильный макияж. Как смывать правильный макияж, как наносить, подготавливать средства, которые помогут вам дольше продержать макияж, я расскажу, наверное, в следующем видео. А сейчас расскажу про второй продукт, на котором нельзя экономить ни одной девушке в своей косметичке. Это наши дорогие скульпторы. Почему? Объясню просто. Если он неправильно подобран по цвету, если он рыжит, если он не совсем подходит по её цветотипу, то он выглядит очень дёшево и может любую, например, любую красивую девушку удешевить, так скажем. Если это какой-то жёлтый оттенок, например, девушка не имеет загара, и она очень бледная, и у неё холодный потом кожа, и вдруг у неё жёлтый. Иногда я такое замечаю у девушки, например, красивый тон лица, красивый тональный подобранный крем правильный, но у меня неправильно подобран цвет скульптора. Что мы замечаем? Мы видим линию, которая, во-первых, плохо, скорее всего, растушёвана, и цвет, который, соответственно, не выглядит как естественная тень, а выглядит как будто она потёрлась об стену кирпичную. То есть, соответственно, нужно правильно подбирать цвета наших теней, которые мы делаем искусственно, те места, которые мы хотим скрыть. То есть, это под скулой, например, в зоне всех коррекций лица. То есть, этот цвет должен соответствовать вашим натуральным теням. И, соответственно, от того, загорелы вы или нет. И третий продукт, на котором нельзя экономить, это наши тени. Объясню почему. Во-первых, тени это тот продукт, который должен подходить, опять же, типу вашего века. Все девушки, не все девушки умеют растушевывать и наносить красиво тени. А тени, которые ещё и при этом плохо тушуются, они делают пятна. Пятна это, опять же, некрасиво, и их нужно избегать. Хорошие тени должны хорошо растушевываться, легко наноситься. Опять же, тут зависит от тех кистей, которые вы используете. О кистях, кстати, мы тоже отдельно с вами поговорим. И я запишу видео про все кисти, которые должны быть в косметичке каждой девушки. Неважно, визажист она или просто девушка, которая любит краситься, и которая хочет делать свой макияж очень эффектным, стойким и достаточно простым. Следующее видео обязательно следите, и эта тема тоже будет, и я её обязательно рассмотрю. Тени также бывают разные. Они бывают в сухом виде, бывают в жидком виде. Тут всё зависит, опять же, от вашего века. То есть, есть понятие мокрого века. То есть, это когда века, на котором все любые продукты скатываются. Для такого века нужна обязательно база. Есть тени, которые хорошо наносятся и держатся и без базы. Но это, как правило, века, которая не склонна к мокроте, так скажем, и оно достаточно открытое. Тогда тени более стойко держатся. Для всех остальных я советую использовать какую-то базу. Не важно, будет ли это специальная база, либо консилер, который вы нанесёте на всё неподвижное и подвижное века. И после этого вы уже будете наносить, когда сухие продукты, они впечатаются более лучше и будут более пигментированно выглядеть. И будут более стойкими. В течение дня у вас ни в какие складочки ваши тени не забьются. И вы будете радостными за то, что у вас красивые растушёванные тени и стойкий красивый макияж. На этом, наверное, мы подведём итог, что три самых основных продукта, которые должны быть в вашей косметичке. Я повторюсь, это тональный крем, обязательно подходящий под вашему типу кожи. Ваш скульптор, ваше лицо, опять же, ваши тени, которые должны быть в соответствии с вашим цветотипом и с подходящим под тоном. И третье, это, конечно же, наши тени. Тени, которые мы наносим на глаза и растушёвываем, и так далее, и так далее. Конечно же, я не говорю о том, что все остальные продукты мы берём, какие хотим. Нет, просто другие продукты, например, мы можем заменить, так скажем, из масс-маркета, например, или взять из какой-то другой категории. Так скажем, они не так важны. Например, помаду вы можете с лёгкостью в течение дня менять, либо докрашивать, подкрашивать. И все помады, как правило, что в дорогих марках, конечно, там есть и классные продукты, да, которые очень стойкие. Но не у всех есть возможность, например, покупать всё из люкса или всё из про-косметики. И тратить на это очень большие деньги, вкладываясь в свою косметичку, там. При этом там красятся раз в год или раз в месяц. А многие девушки очень редко красятся. Поэтому эти вот продукты, которыми я рассказала, на них стоит всегда более аккуратно к выбору этих продуктов. Нужно отнестись очень внимательно и уделить чуть больше времени, нежели другим продуктам, например, вашей косметичке. Поэтому обратите внимание на их выбор. И очень важно, опять же, всё подбирать индивидуально. Повторюсь, всё, что может быть хорошо одному человеку, совершенно, наоборот, может принести вред другому. Поэтому ищите свой тональный крем, ищите свои мастхевы, которые вам помогут быть каждый день, выглядеть классно и красиво, дорого. И делитесь своими, может быть, впечатлениями о любой косметике. Можете написать комментарий, можете написать тему, которую вы бы хотели видеть в последующем видео. Я буду рада прочитать любой ваш комментарий. Хочу сказать спасибо за предыдущие просмотры моего видео. Спасибо большое за внимание. С вами была Анастасия Кабакова. И напоследок хочу поздравить всех моих дорогих подписчиков, и не только всех, кто увидит это видео. С наступающими праздниками пожелать вам здоровья. Самое главное, быть красивыми, вдохновлять и вдохновляться всего самого прекрасного и чудесного в новом наступающем году. Ваша Анастасия Кабакова. Всех целую, обнимаю и до новых встреч!